Этой осенью в Гатчине ведут в эксплуатацию еще пять детских садов. Построены они будут по принципу государственно-частного партнерства в рекордно короткие сроки. Как это реализуется на практике, выяснила Анастасия Садчикова. В этом детском саде все начинает система контроля доступа до выбранных пастельных цветов, направленная не только на комфортное, но и безопасное пребывание ребенка в этих стенах. Словность есть с внутренней инженерией, учитывая, что здесь находятся дети, это технические сложности, связанные с вентиляцией, с безопасным устройством вентиляционных проходов, с безопасным устройством электрических сетей, слаботочных сетей, канализации, водопровода. Выделять эти садики на фоне микрорайона будут и яркие цветные фасады. Этот с изображением животных предложили петербургские архитекторы Светлана Яковлева и Анастасия Федорова. Так, путь от чертежа на бумаге до материального воплощения проект прошел всего за полтора года. Сократить сроки удалось во многом и за счет государственного частного партнерства. У нас средний цикл строительства садика, если он по традиционной бюджетной схеме, начиная от проектирования, выделения земельного участка, потом все эти конкурсы, процедуры торги, у нас занимает в среднем года три. А здесь же мы от начала до конца имеем срок примерно в два раза меньше. Подобная схема выгодна из точки зрения принципа работы. Утром стулья, а вечером деньги. То есть область оплачивает садик только тогда, когда уже объект полностью готов к эксплуатации. Так, в Гачинском районе до конца года будет построено еще пять детских садов. Три в центре, два в Северском. Кроме этих садиков, к новому году области построят еще пять. В 2015 по той же схеме будет возведено еще десять. Самым долгожданным этот садик станет для родителей детей от трех до семи лет. Когда его сдадут в эксплуатацию, а случится это предположительно 5 октября 2014 года, очередей для детей этой возрастной категории в Гачине больше быть не должно. Для того, чтобы сократить очередь для детей от полутора до трех лет, в Гачинском районе необходимо построить еще сады Верева и Семрина. Выдать путевки всем заинтересованным в дошкольных учреждениях намерены до 2017 года.